Электоральный цикл – это всегда возможность выйти на улицу, заявить о том, что мы еще существуем, как называемая оппозиция. Давайте спровоцируем русских, давайте спровоцируем их на то, чтобы они начали наступление на Харьков, когда это наступление еще, в общем-то, не готово. Все уже привыкли к тому, что слова Зеленского не значат абсолютно ничего, как и слова всех, кто вокруг него. Здесь истории Соединенных Штатов пишется вот прямо ежедневно. И то, что я гарантирую, это то, что это будет очень сложная история, очень динамичная история, и напряженность внутри страны будет расти с каждым днем. Андрей Олегович, здравствуйте. Добрый день. Прежде всего, хотелось бы поздравить вас с наступившим Новым Годом. Очень взаимно, вас также. Надо думать, что этот год не будет проще предыдущих, тем более учитывая тот факт, что две крупные электральные компании ожидаются в Белоруссии и России. В Белоруссии это будет единый день голосования, а в России пройдут президентские выборы. И надо полагать, как всегда, без давления со стороны Запада, без каких-то провокаций эти выборы не обойдутся. А как вы считаете, к чему нам нужно быть готовым в связи с вот этими важными политическими событиями в наших странах? Провокации, я думаю, будут. Потому что электоральный цикл – это всегда возможность выйти на улицу, заявить о том, что мы еще существуем, как называемая оппозиция. Получить грантовые деньги Запада под это. Вы знаете, конечно, ни в Белоруссии, ни в России никто из оппозиции не думает, что они реально могут как-то повлиять на эти выборы. Тем более во время, когда идет специальная военная операция. Народ, в общем-то, и в той стране, и в другой стране прекрасно понимает, что нужно сплочение, нужно понимать, что наше единство – это залог нашей победы. И люди прекрасно это понимают. Но с точки зрения Запада любая возможность проявить себя, любая возможность даже просто поднять вопрос о том, что, вот понимаете, да, власть в России, в Белоруссии не единогласно поддержана, она нелегитимна и так далее, и так далее. Дело в том, что легитимная власть не вызывает вопросов. Их задача – поставить вопрос о легитимности власти. Решить они его, конечно же, не могут. Но поставить вопрос для своих собственных людей, сказать, что в России не все хорошо, в Белоруссии не все хорошо, там власть не поддерживается большинством – вот это их задача. Это их задача на этот избирательный цикл. Какие технологии они при этом будут использовать? Может быть, это будут те же информационно-психологические атаки, в которых они уже хорошенько поднаторели? Конечно, будут. Конечно, будут. Поднаторели – это вы хорошо сказали. Они их используют очень давно. Эффективность их падает, особенно в период сплочения вокруг вот той ситуации, которая сейчас есть, специальной военной операцией. Но они их будут использовать, их ничего другого нет. Нет, они будут пытаться кого-то вывезти на улицы, потому что это очень хорошо выглядит на картинке. Эти картинки продаются. Они же живут не на свои деньги. Эти люди обычно нигде не работают. Откуда у них будут деньги? Для того, чтобы тем более кому-то платить, кого-то мобилизовывать. Это, естественно, деньги, которые приходят из-за рубежа. А их нужно отрабатывать. И картинка того, что люди вышли на улицы – это за то, что платят. Кстати, пример Сербии показывает, что эти методички по-прежнему работают. Потому что глава экс-разведки Сербии заявил о том, что протесты в стране проходят полностью по белорусскому сценарию. То есть, несмотря на то, что все об этом знают, оно, как ни странно, по-прежнему работает. Вы знаете, сценарий един. Сценарий един. Всегда есть люди, недовольные тем или иным правительством. И дальше встает вопрос, а насколько эти люди репрезентативны с точки зрения социальных слоев, с точки зрения их политической позиции в обществе и так далее. И в отличие от Белоруссии или России, в Сербии это достаточно значительное количество людей. Потому что Сербия, находясь между Востоком и Западом, естественно, я не скажу, что там разделение 50 на 50. Но вот то, что показали выборы, примерно 70 на 30 или 65 на 35. И 35% это серьезная политическая сила, она не представляет большинство. Но ее можно вывести на улицы, и там есть определенное понимание, зачем. То есть, альтернатива режиму, который представляет сейчас правительство Сербии, она понятна. Это полная продажа себя Западу. Это признание, по сути, суверенитета Косова, полное вписание в Евросоюз и отказ от всех связей с Востоком. И да, за этим стоят люди. Но ни в России, ни в Беларуси таких людей нет. Это отдельные индивиды, и они могут жить на некоторых телеграм-каналах, они могут поддерживаться определенными кругами на Западе, но у них нет никакой политической силы. И, насколько я понимаю, среди них есть значительное количество так называемых маргиналов и людей, которые ведут соответствующие в какой-то степени даже, наверное, социальные образ жизни. Понимаете, более того, что они маргинальны, они очень часто просто больны. Это люди асоциальные. И в обществе всегда есть люди, которым просто с обществом не по пути. Они вот чисто с психологической точки зрения хотят быть в определенной другой совершенно категории, отличной от всех. Это очень часто болезнь. Я не собираюсь разбирать определенные конкретные кейсы, извините меня за англицизм. Но если, я с вами согласен, если посмотреть внимательно на тех людей, которые представляют вот такую оппозицию, играют с Западом, заигрывают с Западом, или Запад заигрывает с ними, это люди ментально нестабильные, это люди тревожные внутри, это люди обиженные чем-то или обидевшиеся на общество, и именно поэтому так происходит. Знаете, Андрей Олегович, я ведь не просто так спросил у вас про возможные информационно-психологические атаки. Здесь хотелось бы узнать ваше мнение о том, как нам добиться более, скажем так, безопасного интернета. То есть многие говорят о том, что информацию так или иначе нужно фильтровать. Понятно, здесь речь идет не о том, чтобы бросаться копировать тот же золотой щит Китая, так называемый, но ведь фильтр информации в интернете – это тоже в очень значительной степени важная тема. Вы знаете, это очень серьезный вопрос. И этот вопрос толком никто ни на Востоке, ни на Западе не решил. Дело в том, что когда вы просто изолируете общество от тех взглядов, которые вам в принципе не нравятся, а у любого государства, вот есть, конечно, определенное желание это сделать, так проще, но так не проще. Как показал опыт Советского Союза, если у вас нет прививки, если вы не знаете альтернативную точку зрения, вы можете с ней быть не согласны, но вы должны знать, что она существует и что она себя представляет. Вот тогда вы можете формировать собственное мнение, вы тогда можете это мнение аргументировать, вы тогда можете защищать свою позицию, вы можете сказать, а кто же я, а на какой стороне я. Но если у вас нет другой стороны, вы сразу начинаете думать, а что же от меня скрывают? А может быть, от меня скрывают правду? А может быть, кто-то не хочет, чтобы я что-то знал? И тогда возникает вопрос к власти, а могу я власти доверять или нет? А когда власть с вами открыта, да, конечно же, я с вами согласен. Некоторые экстремистские сайты, некоторые экстремистские суждения, особенно направленные на детей, это суицид, это призывы к деструктивной деятельности детей, скулшутинг и все такое. Да, с этим нужно бороться очень жестко. И причем бороться нужно не просто в интернете, а надо бороться с теми людьми, которые это администрируют. Бороться настолько жестко, чтобы просто им было неповадно и никому было неповадно. А с точки зрения чисто политического поля, событийного поля, поля интерпретаций, не нужно перегибать палку. Как только вы перегибаете палку, вы начинаете, по сути, задавать обществу вопрос, а что я скрываю от общества? Ну да, здесь ведь речь и не шла о том, что нужно запретить на корню любую альтернативную информацию. Тут речь шла именно о информации деструктивного характера. Как вы сказали, пропаганда суицида, пропаганда каких-то экстремистских, даже порой террористических идей и все прочее. Вы знаете, самое главное для нас – это заниматься продвижением собственной позиции. Вот если мы очень хорошо аргументируем свою позицию, в том числе и аргументируя ее как контраст к позиции наших противников и даже, ну, давайте прямо говорить, врагов, вот тогда мы не просто создаем в обществе иммунитет, а мы его мобилизуем, потому что общество будет понимать, против кому мы ведем войну. Да, тут ведь дело не в том, что нужно создать какой-то закрытый сегмент интернета, там, исключительно для россиян, исключительно для белорусов, а о том, что информацию ведь так или иначе нужно фильтровать. Ну, смотрите, ведь Запад делает огромные ошибки, он просто слетел с катушек очень часто. Заявление французского МИДа о том, что, например, кассетными зарядами можно бомбардировать мирные кварталы Белгорода, ну, это же не о нас. Это показывает уровень русофобии, уровень вообще звериного, пещерного, абсолютно непонимания человеческой природы и человечности в принципе от тех людей, которые нас учили еще совсем недавно, как жить. Да, вот такие вот откровенно античеловеческие заявления, наоборот, нужно всячески демонстрировать, чтобы показывать, с чем же мы на самом деле столкнулись и с чем имеем дело. И раз уж речь зашла про обстрелы Белгорода со стороны ВСУ, то хотелось бы узнать, а чего Киев пытается добиться вот такими откровенно террористическими акциями против мирного населения? Первое – это показать своему собственному народу, что они что-то делают и они где-то побеждают. Это значит, что где-то несколько дней, наверное, 3-4 дня об этом будут постоянно говорить, а ведь информационное поле у человека не бесконечное. Если эфир забит теми возгласами, как здорово они разбомбили Белгород, разбомбили мирных детей в Белгороде, то, естественно, в эти 3 дня они не будут слышать о тех бомбардировках, которые проходят каждую ночь в Киеве, они не будут получать информацию о тех поражениях, которые по всей линии фронта они получают, о тех потерях, которые они несут и так далее. То есть это просто затыкание ушей. Это первое. Второе – это дискредитация или желание дискредитировать российские власти. Якобы российские власти просто не способны защитить мирное население. И здесь, конечно же, второй вопрос, рядышком стоящий с этим, он о том, что давайте спровоцируем русских, давайте спровоцируем их на то, чтобы они начали наступление на Харьков, когда это наступление еще, в общем-то, не готово. Давайте мы их спровоцируем. И заставим их наступать в тех условиях, когда они не готовы или не хотят наступать, потому что у них другие планы. И третье, наверное, это выслужиться перед Западом, показать, что их оружие работает. Вот, пожалуйста, да. То же самое чешское оружие, то же самое, если говорить про Севастополь, Британское, французское оружие и так далее, и так далее. Это медийная картинка на Запад. Что Украина еще на что-то способна. Да, вот об этой медийной картинке. Тут, наверное, сложно не заметить, что интерес Запада к украинскому конфликту, он в значительной степени снизился. То есть это касается и США, и Европы, и Великобритании. Но такие вот жесты отчаяния, как террористические атаки по мирному населению со стороны Киева, выглядят не лучшим способом вернуть этот интерес. Разве нет? Понимаете, это на самом деле жесты отчаяния. На Западе эти жесты отчаяния, в общем-то, никому не нужны, кроме просто ежедневной медийной картинки для того, чтобы писать об этом для тех журналистов, которые еще не слезли с этой тематики. Но, понимаете, в чем дело? На Западе, несмотря на все слова, люди подходят к украинскому конфликту достаточно обдуманно и серьезно. Особенно американцы, которые задают, в общем-то, правила игры здесь. И как любой проект, а американцы мыслят проектно, как любой проект, есть затратная сторона, есть сторона прибыли. Определенное время этот проект приносил прибыль. Во-первых, они думали, что они могут за счет этого проекта ослабить Россию, ослабить российскую власть, ослабить российскую армию. Второе, это то, что под этот проект выкачивались ресурсы из Европы, и Европа управлялась полностью, была поставлена под контроль Соединенных Штатов, а теперь уже не просто в экономическом, но и в политическом плане, окончательно. Третье, это была возможность, в общем-то, переформатировать мир, показать, что они самые крутые, испугать Китай, испугать всех других, и так далее, и так далее. Что из этого получилось? Половина элиты Соединенных Штатов, которые ассоциированы с Байденом, с демократической партией, им просто деваться некуда. Им надо сохранять любой ценой вот эту иллюзию того, что все хорошо, иллюзию победы над Россией, иллюзию глобального доминирования и так далее. Они пойдут настолько, насколько у них хватит ресурсов, а ресурсы, в общем-то, не беспредельны, тем более, что сейчас у них, как мы начали наш разговор, тоже избирательная кампания. Нужно отвечать на вопросы, нужно давать какую-то программу на будущее и так далее. А вторая часть американцев, которая связана больше с республиканской партией, смотрят на этот процесс отстраненно. Они когда-то его поддерживали, потому что это работало, но как только затраты начали превышать отдачу, российская армия не побежала, более того, российская власть укрепляется, российская армия становится сильнейшей в мире, и Украина, извините меня, скукошивается потихонечку, теряет свой потенциал, и интерес к ней падает, естественно. Из Европы уже все, что можно, выкачали. То есть, а плюс еще, на кону другие инвестиции, инвестиции на Ближнем Востоке, военные, я имею в виду инвестиции, инвестиции, скорее всего, в Юго-Восточной Азии по поводу Тайваня и так далее. И они серьезно так начинают думать, а не пора ли нам сворачивать это дело, потому что у нас денег-то на все не хватит, и ресурсов на все не хватит. То есть, там нет сейчас четкого мнения, как, но совершенно понятно, что той поддержки, которая была, уже не будет. Проект Украина закрывается, и сейчас главный вопрос, как долго его будут закрывать, и насколько еще ресурсов будут отдавать под этот проект. Есть разные варианты, но, тем не менее, я считаю, что электоральный год начнет потихонечку эту картиночку, как бы это вам сказать, открывать. То есть, мы через несколько месяцев увидим, насколько же реально есть уровень поддержки от американских элит для продолжения войны на Украине. Вопрос еще очень большой. Смотрите, ведь сейчас, для того, чтобы отвязаться, скажем так, от украинского конфликта, точно так же, как и происходило во Вьетнаме, это нельзя сделать просто так. Нужно показать, почему американцы уходят, и показать, что они уходят с победы. Это значит, во-первых, нужно найти козла отпущения, на которого можно свалить то, что не получилось. Это, естественно, власть Украины сейчас. Это Зеленский и его компания. Это из них сейчас будут делать большого козла отпущения, будут искать им замену, потому что, посмотрите на вьетнамский кейс, то же самое произошло, вот буквально так же. Это, читайте книги, исторические по Вьетнаму, вы увидите будущее Украины в них. Вот в свете того, что вы только что озвучили, возникает еще один вопрос, который касается того, пойдет ли Киев на переговоры с Россией. Потому что вот глава нашего государства, например, не так давно заявил о том, что в 2024 году у Киева будет, возможно, последний шанс эту ситуацию как-то урегулировать. Но вопрос в том, воспользуются ли они этим шансом. Понимаете, в чем дело? Я сейчас использую не очень литературные формулировки, но нам, честно говоря, плевать, пойдут ли они на переговоры или нет. Вопрос будет о том, на каких условиях будет переформатирована система безопасности в Восточной Европе. Это нас интересует прежде всего. От Украины нам нужно только безоговорочную капитуляцию, только ликвидацию режима, только ликвидацию всякого присутствия на Украине натовских, западных, американских, британских и так далее, не только баз, но и людей. Полное переформатирование украинской армии в том куске, который от Украины, может быть, останется. И больше нас не интересует ничего. Пойдут они на переговоры или не пойдут они на переговоры. Извините, нас это абсолютно не колышет. Мы здесь будем диктовать условия игры, а не они. Сразу после вот этой атаки Зеленский сделал очень странное заявление, где назвал россиян, цитирую, человеческими отбросами. И, мне кажется, после таких вот выпадов с его стороны у российского руководства все меньше желания вступать с ним в какие-то переговоры. Понимаете, в чем дело? Когда произносятся такие слова, ведь они поражают своей неадекватностью не только нас. Они поражают своей неадекватностью и людей, от которых зависит принятие решения на Западе. Они же тоже понимают, что это кокаиновый клоун, что он несет обыкновенную чушь. И когда человек полностью отрывается от реальности, с одной стороны, это хорошо для них, им легко управлять, а с другой стороны, ведь это опасно. И все уже привыкли к тому, что слова Зеленского не значат абсолютно ничего, как и слова всех, кто вокруг него. Игра идет не с ними и не о них. Действительно, игра идет не с ним, но Зеленский раз не может выйти из-под контроля. По крайней мере, он как-то уже диктовал Западу, что им делать, как именно поддерживать Украину, что они делают не так и все в таком духе. Вы знаете, он никому ничего не диктовал, он пытался, пытался, никому ничего не продиктовал. И результаты того, что сейчас происходит, абсолютно это доказывают. Ну, где-то он немножко посамодурствует. И что дальше? Ну, это не будет не долг. Действительно, этот год называют еще годом выборов, учитывая то количество электоральных компаний, которые пройдут по всему миру. Их будет, если не ошибаюсь, больше 50. И они, в том числе, пройдут и в США, где будут выбирать нового президента. Хотелось бы узнать ваше мнение о том, чего ждать от этих выборов, в том числе, что касается Дональда Трампа. Допустят ли его не столько даже к власти, сколько к участию в выборах? Как вы считаете? То, что я считаю, не значит ничего. Это абсолютно уникальный год, это абсолютно уникальная компания. Может получиться так, что ни Байден, ни Трамп не будут в ней участвовать. Вполне возможно. Может быть, что они опять сойдутся точно так же, как это было 4 года назад. Вы знаете, это первый раз, когда сложностей на пути столько и всяких разных поворотов может быть столько, что даже наши с вами рассуждения о том, что может или не может быть, ну, это, извините, куром на смех. Потому что еще до выборов практически год будет ясно, как эти выборы начнут складываться где-то, наверное, после того, как пройдут конвенции демократов и республиканцев. Там будет определяться, кто от партии пойдет на выборы. И это будет наверняка очень сложный вопрос, потому что конвенции могут назначить практически любого человека. и в ситуации, когда нет однозначности, когда висят уголовные дела и так далее, и так далее, вполне возможно, не все пойдет по традиции, может, даже не все пойдет по закону. Здесь история Соединенных Штатов пишется вот прямо ежедневно. И то, что я гарантирую, это то, что это будет очень сложная история, очень динамичная история, и напряженность внутри страны будет расти с каждым днем. А куда это приведет, ну, это мы посмотрим. Может быть, мы открываем совершенно новую эпоху в Соединенных Штатах. Кроме внутренних вопросов, США наверняка будут пытаться решать какие-то свои внешние задачи. Например, конфликт с Китаем, о котором в последнее время говорят все чаще, вокруг Тайваня. Как вы считаете, когда США и Китай уже вплотную приблизятся к началу этого конфликта? Вы знаете, это будет зависеть от очень многого. Ни китайцы, ни американцы сейчас обострять этот конфликт не хотят. Он не выгоден. Ни та, ни другая сторона не готовы воевать. И вообще китайцы предпочитали бы совсем не воевать. Они предпочитали бы создать такой потенциал, что американцы никогда не решатся против этого потенциала пойти. Но для того, чтобы закончить ту работу, которую они ведут по укреплению своей армии и флота, это еще ну по крайней мере несколько лет. А Соединенным Штатам Тайвань ведь выгоден с одной стороны политически как точка мобилизации против Китая, стратегическая точка мобилизации, потому что им нужно Китай выключить из игры, окружить его врагами, убить его экономику и так далее, и так далее. Что из этого получится, не знаю, но это их планы. Второй немаловажный аспект это то, что Соединенные Штаты пока еще в своих высоких технологиях очень сильно зависят от производства полупроводников на Тайване. Вот как только они перестанут этого зависеть, как только заработают производство по всему миру, который они сейчас пытаются выстроить, это и в самих Соединенных Штатах, и в Европе, и так далее. Вот тогда они к Тайване будут относиться гораздо более спокойно. А есть ли вероятность того, что в таком случае они просто отдадут Тайвань Китаю? Я думаю, они будут сохранять его как точку мобилизации как можно долго. Но ни китайская сторона, ни американская сторона не хотят открытого конфликта. Это будет абсолютно глобальный конфликт, убивающий мировую экономику. Но вы знаете, ведь в мире происходило много чего, чего никто не хотел. Та же самая Первая мировая. все думали, что это будет короткая прогулка, быстро закончившаяся, и точно так же мы можем считать, делать какие-то заключения, а история рассудит совершенно по-другому. Ведь есть и человеческий фактор, есть фактор сюрприза, есть фактор недооценки, то есть все может случиться. Спасибо вам большое, Андрей Олегович, за эту беседу, и всего вам доброго, до свидания. Спасибо вам, до свидания, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok